Сегодня у вас галерея «Блэкдо Красной Холмы». Сегодня мы встречаем гостей из Нового города Санкт-Петербурга. Открываем персональную выставку Яны Иванчиной «Пять проектов». Выставку мы туда задумали больше, чем год назад. И вот она, наконец, состоялась. Я всех вас с этим поздравляю. Поздравляю Яну. Я думаю, что экспозиции выставки получились замечательные. В экспозиции представлены работы пяти проектов, в пяти тематик, к которым в то или иное время обращается Яна Иванчина. Это, вы видите, на первом этаже «Мокрый Петербург» и «Яркая Москва». И на втором «Цветочные мотивы» — фантазийные и абстрактные работы. Если вы обратите внимание, за счет своей тональности и монохромности работы кажутся ее очень легкими. Но, по сути, они выполнены в очень сложной, трудоемкой, многослойной технике. И техника многослойности — это, наверное, одна из самых таких сложных техник в масляной живописи. И одна из, наверное, самых старинных. И сейчас многие художники от этого уходят, как-то упрощают свои такие живописные приемы. Но вот Яна, скажем так, старинна на своем. У нас будут проходить во время выставки различные мастер-классы. У нас есть расписание на сайте, и на Фейсбуке, и вот непосредственно в галерее. Здесь-то, пожалуйста, записывайтесь, и Яна поделится с вами своими секретами мастерства. Я сейчас ей передам слово. Еще хотелось бы просто отметить, что сегодня у вас всех ждет сюрприз. У нас будет розовая лотерея. На выходе можете взять свои лотерейные билеты. И на закрытии выставки 3 ноября в 18 часов у нас будет розыгрыш картины Яны Ивановичевны. У конечно гостей много, картина у нас всего одна. Поэтому, наверное, не стоит полагаться на случай. Вы можете взять ситуацию в свои руки, и всегда можно приобрести понравившуюся вам картину. Пожалуйста, не стесняйтесь. Ну и слово виновнику торжества Яны Ивановичевны. Поприветствуйте, пожалуйста. Здравствуйте, все. Я очень рада, что вы пришли ко мне. Мне очень приятно открыть для вас выставку в такой красивой, светлой галерее, в такой красивой Москве. И, как Екатерина уже сказала, выставка «5 проектов» — это очередь моего творчества. Я вам представляю 5 серий моих работ. Скорее всего, они, может, являются основным. Да, вот «Мокльпетербург» — моя самая основная серия, так как я живу больше в Петербурге. И вот «Яркая Москва». Ну, в общем, вы сами посмотрите все, оцените, расскажете свои эмоции. Вот книголодцев буду очень рада. Вот, а я вам немножечко расскажу, опять же, почему я выбрала именно такой стиль и что значит моя живопись. Прежде всего, у меня самое главное слово в моей живописи — это эмоции. Она, прежде всего, эмоциональная. Главное мне, да, вот я сейчас тоже рассказывала девушкам вовремя остановиться, когда пишешь картину, чтобы она сохраняла свою свежесть, свое эмоциональное состояние, чтобы вот эти эмоции, они передавались вам, вот эти положители, да, чтобы картина будоражила. Мне вот это очень важно. И, опять же, очень часто задают вопрос, сколько времени уходит на одну картину. Я вот сейчас хочу ответить всем, чтобы не задавались каждой, да. Всегда по-разному. Каждую картину я пишу вот важное вдохновение, важны вот эти эмоции, да, и всегда по-разному, абсолютно. И любую картину можно писать бесконечно. Вот, опять же, вовремя остановиться, главное, да, вот когда я не почувствую, что да, все хватит, вот она уже свершилась, и ее уже лучше не трогать, вот эти эмоции, чтобы и сила, и мозг, и энергия, она сохранялась. Вот это важно. Поэтому предлагаю вам посмотреть самим уже и оценить это все. Спасибо вам большое. И еще хочу поблагодарить наших партнеров. Это своя деревня, которую нам предоставили фуршет, и вы поучаствовали в организации мероприятия. Это хорошие коттеджи, все тоже для вас. Спасибо, что пришли, и наслаждайтесь. На время выставки у нас будут проходить экскурсии, опять же, мастер-классы. До 3 ноября выставка, пожалуйста, проходите, приводите своих друзей. 3 ноября вечер закрытия, мы будем участвовать в общегородской программе «Ночь искусства». Галерея будет открыта до 9-10 часов вечера, я думаю, будет достаточно времени. И в продолжении вечера я хочу поприветствовать девушек.